Файзи Хемин и Эдди Дистан Серж Наверное, большинство из вас слышали, знают, что это такое Если не слышали, я уверен, большинство точно даже сталкивались с этим Даже не зная, что это такое Итак, вот наша агенда на сегодня Мы с Таней разбили доклад на две части Их на самом деле три Я покрою первые две Это будет коротенькое вступление И часть по алгоритмам Таня расскажет о том, как мы все это скейлили, делали кластера И так далее По агенде можем пройти В принципе, думаю, застрять внимание не стоит Сейчас мы разберемся Итак, кто мы такие? У нас в компании DataArt Есть такое понятие практик То есть программисты, инженеры, тестировщики Они не только разделяются по технологиям По тем языкам, которые не знают и используют А они еще разделяются по каким-то группам, практикам Которые ориентированы на конкретный бизнес Это делается для того, чтобы предоставлять Не только качественный сервис А быть ближе к клиентам Понимать их бизнес-задачи То есть есть практика финансовая Ребята четко понимают, какие есть финансовые проблемы Они их помогают решать Они знают инструменты Потому что инструментов на все виды бизнеса Очень много разных Они знают и понимают эти инструменты И умеют это делать Вот есть финансы, есть хеллскер Есть много других практик Немного, но других Одна из них это IT и Big Data Это собственно та практика, в которой участвуем мы с Таней В нашей практике есть разные проекты Есть проекты стартапы Приходит заказчик, хочет что-то новое сделать Он знает, что у него будет большое количество данных Он понимает, что он хочет много сенсоров Какой-то IT И с нуля начинают писаться такие проекты Бывают проекты, когда приходит заказчик С уже готовым решением Часто legacy И он просит что-то сделать Потому что решение уже настолько legacy Что он не может его дальше применять Активно развивать свой бизнес Это становится таким Поинтом, который очень стопит бизнес И много другого В нашей практике мы занимаемся на самом деле Не только платными, скажем так, проектами У нас есть open source Опыт open source проектов Причем open source есть проекты Как внутри DataArt Например, DeviceHive Наверное, кто-то из вас уже слышал На наши лекции ходили Это IoT-платформа На этой платформе мы можем потренироваться Попробовать все новые технологии Все самое интересное и новое, что мы хотим И применить это в продакшене Так и просто заказчики есть Которые позволяют нам писать open source продукты Один из них я вот тоже писал И это заказчик, о котором сегодня мы будем говорить Здесь неполный список технологий С которыми приходится сталкиваться Он с каждым днем расширяется Нам приходится с каждым днем все больше и больше новых технологий постигать Вот Spark о нем Борис рассказывал Спасибо, подогрел аудиторию Теперь будет всем все понятнее Итак, approximate string matching Я не зря выбрал именно этот пример Я сейчас чуть застряну на этом слайде Я просто расскажу чуть больше, чем написано в заголовке У нас есть заказчик Стартап в Нью-Йорке Очень интересный стартап Чем? Они делают hardware Это реальная железяка У нее есть хранилище Там 48 терабайт данных Своя файлая система Технология FPGA И они с помощью этой железяки Умеют очень быстро по своему хранилищу искать Очень быстро порядка 10-20 гигабайт Секунду через себя пропускать И складывать куда-то результаты То есть тупое железо, которое умеет Просто очень быстро искать что-то Вот это что-то Там есть, можно искать, даты, IP-адреса и так далее В том числе есть возможность искать в фазе В фазе и edit запросы Соответственно можно делать Approxima и String Matching Зачем это нужно? Вообще примеров очень много Один из самых ярких Вот я его выбрал Это DNA Sequences Анализ этих ДНК последовательностей Данное, количество данных огромное Почему нужен именно Approxima и String Matching? Потому что, во-первых, ДНК может мутировать Во-вторых, могут быть проблемы При трансформировании, собственно, ДНК в текстовый файл И, соответственно, появляются ошибки Соответственно, когда вы хотите что-то найти Вам нужно не exec search, да, что-то конкретное искать А конкретно искать в фазе search То есть указывать, какое количество ошибок допустимо Перед нами поставили задачу Это железяка, которая умеет очень быстро Я буду назвать железяка, ласковая Умеет быстро искать Но есть же и другие решения Вот тот же Spark для распределенных вычислений Насколько реально и вообще Насколько приемлемо взять Spark И сравнить его с этим hardware Они хотели протестировать, сделать бенчмарк И поставили перед нами задачу Вот есть скорость, с которой работает hardware Сделайте, пожалуйста, реализацию этих алгоритмов Прогоните их на класть среда данных И скажите нам, пожалуйста, сколько машин нужно Сколько времени Догоните нашу машину Машина очень быстро Потом вы поймете Почему? Я чуть-чуть остановлюсь на том, что такое хемминг Едет в distance search Чтобы дальше было понятно Что дальше будут чуть-чуть алгоритмы Со всем, как мы это делали Итак, хемминг distance Есть у вас два слова Внимание Эти слова должны быть одинаковой длины Это важно И вот distance этот Собственно, это расстояние Это количество изменений Разность этих слов То есть если У нас есть Carolyn и Catherine Сколько вам нужно поменять символов Чтобы Carolyn стала Catherine Там выделено три То есть все вот эти изменения Они подсчитываются Количество и есть расстояние Второй тип edit distance Или Lievenstein distance Он, собственно, позволяет Сравнивать строки разной длины Это уже интереснее То есть вы можете не только заменять Какие-то символы Вы можете делать insertion Deletion И главное сравнивать строки разной длины Это уже очень-очень полезно Это очень нужно как раз Вот в анализе DNA sequences Я очень много отсылок буду делать Именно к этому примеру Потому что в процессе работы Над этим проектом Вот мы пришлось нам пройти Даже курс на Coursera По анализу этих DNA sequences Там очень крутые алгоритмы В конце в самом будет слайд Ссылка Если кому-то интересно Там все детали будут Еще лучше рассказаны, чем я И челленджи Дальше пойдем Что мы делали Итак, у нас было вообще Два терабайта данных Один терабайт данных Для HemingSearch Там были просто Reddit данные Может, знаете, сайт Reddit Простые текстовые данные За несколько лет Нам по ним нужно было Искать что-то Кстати, искали мы Я не шучу Хиллари Клинтон Тогда еще все думали Что она победит Вот А второй терабайт данных Это было 100, кажется, человек Геном 100 человек И, собственно, по ним Нужно было тоже делать поиск Но уже EditSearch Вот цифры Цифры, говорящие о том Сколько времени тратит Железяка наша На то, чтобы обработать Один терабайт HemingSearch Distance 2 И EditSearch Distance 4 Действительно час Три минуты Нам нужно было это догнать Почему я 200 вёркеров Сразу написал сюда Это и результат И челлендж одновременно Потому что Результат это Больше чуть для меня А челлендж это для Тани Потому что Таня занималась Кластерным решением Больше И вот именно Развернуть Spark Cluster С HDFS Со всем этим Ставом Довольно-таки сложно И эта задача Была очень большим челленджем А, я думал вопрос Итак Approximate Matching Algorithms Они на самом деле Не совсем Approximate Вы видите Exact Matching Это правильно Я потом расскажу Как мы от этой схемы Перейдем К нечеткому поиску Есть два типа Скажем так Алгоритмов Оффлайн Алгоритмы И онлайн Оффлайн Мы вообще трогать не будем Просто приведу пример Все знаете Elasticsearch Вот пример того Что делается оффлайн Делаются индексы Дальше Работает Онлайн Алгоритмы Это те Которые собственно На лету Делают поиск Первый Наивный И второй Боярмор У нас было К счастью И время И ресурсы Потренироваться Поиграться Поэтому мы Делали и наивный И боярмор Смотрели И исследовали Сейчас я расскажу О том Как это было Наивный алгоритм Ну Из определения Понятно Что он совсем простой В чем суть У нас есть строка Есть некий паттерн Слово Которое мы хотим поискать То есть Фактически мы Наивно берем И каждый Вот В каждой точке В нулевой позиции Первой Второй Третий И так дальше Мы разбиваем Строку на подстроки И каждую Вот эту подстроку Сравниваем с паттерном Все они Одинакового размера Это Heming search Я пока только О нем буду говорить Очень простой алгоритм Очень просто Имплементится Просто довольно таки Скейлится Хотя есть Некоторые моменты У нас были поставлены Некоторые условия То есть Например Если в строке Фраза Слово Начиналось На одном В одной строке Заканчивалось Другой Нам все равно Нужно было Покрывать этот кейс Вот этот алгоритм Он не совсем подходит Я не буду Совсем Даваться Подробности Сильно Мы это делали Это усложняло Конечно алгоритм Уменьшало скорость работы Но это была Такая задача Вот от заказчиков Что их железо Это делать И нам нужно было Делать так Чтобы количество матчей И у нас И у них Было одинаковое В результате Итак Наивный алгоритм Простой Но неэффективный Мы проходим Очень-очень много Офсетов Которые заведомо Нам известно Даже что Не будут содержать Наше слово Вот смотрите Пример Вот в этой точке В этом офсете Мы начинаем искать Слово world Извините Два символа Совпадают Третий уже нет Вот в этой точке Мы понимаем Что следующие два офсета Будут бесполезны Потому что Есть там you Которого нету World И соответственно Мы просто Тратим свое время В пустую Мы не должны Это даже Даже пробовать Сравнивать Потому что Это бессмысленно Чтобы побороть Эту проблему Мы дальше Разобрались С таким алгоритмом Как BoerMoor Собственно BoerMoor алгоритм Он и позволяет Пропускать Максимальное количество Ненужных нам Офсетов И делать Только поиск Там Где В принципе Могут быть матчи Пропускать Совершенно все Ненужное Есть два Рула Они не могут Быть использованы То есть они могут быть Использованы по отдельности Но это неправильно Потому что В какой-то момент времени Мы точно не знаем Какой из этих рулов Даст возможность Больше пропустить Символов Поэтому первый рул Идея в чем Строки мы сравниваем От начала И до конца Идем слева Направо Но когда конкретный паттерн Сравниваем Мы берем Из конца В начало Идем То есть Справа Влево То есть вот Берем Первый матч Мы ищем Сравниваем Первый символ Второй Третий Находим Символ Который нам не подходит Да вот CET не матчится Почему и называется BadCharacterRule Мы находим Первый BadCharacter Который нам не подходит В этот момент Нам нужно взять Вот эту строку Паттерн И наш индекс Просто сдвинуть Вот сюда То есть мы делаем Два сразу пропуска Мы выкидываем Эти два Ненужных нам Степа Точно так же Идем дальше Выкидываем Выкидываем И находим Нужные нам слова Все бы ничего Но способ Не всегда рабочий Поэтому Существует Еще второй Это GoodSuffixRule Идея точно такая же Мы идем Слева направо Применяя Сравниваем Паттерн И справа налево Когда конкретный паттерн С конкретным матчем Сравниваем Но здесь Мы ищем Так называемый Хороший суффикс То есть мы Нашли один символ Совпадающий Второй Третий Находим четвертый Который например Не совпадает И вот мы считаем Что этот Хороший суффикс Вот нам Т маленькая И мы Берем Его ищем В паттерне Если он там есть Мы сдвигаем Вот на это расстояние Опять таки Наш паттерн Опять мы пропускаем Ненужные Оффсеты Тоже хорошо Работает В целом Кажется Ну вот Сейчас действительно Может показаться Что алгоритм Довольно сложный Есть там Третий Очень важный момент Можно перед тем Как это все делать Построить Только по Паттерну Который мы ищем Две таблички Так называемые Lookup table И используя Эти две таблички Понимать Есть ли конкретный Этот символ И нужно ли нам Делать пропуск Или надо Делать дальше сравнение Соответственно Мы совершенно Не тратим Много ресурсов На эту операцию И мы очень много Можем пропустить Ненужных нам Оффсетов Вот все Что я только что Рассказал Это все касается Exact search Если говорить О наивном алгоритме То там Прикрутить Approximate matching Довольно просто То есть у нас Появляется Просто необходимость Дать возможность Сделать несколько ошибок То есть мы Вводим какой-то Итератор Count Извините Counter И просто увеличиваем Его до определенного числа Как только он больше Все Нам не подходит результат Бойер-Мур Алгоритм Таким образом Нельзя сделать Применить Вот здесь написана Такая штука Pigeonhole principle Он На самом деле Звучит чуть по-другому Он просто Перестроен Конкретно под эту задачу Звучит он так У вас есть Десять Извините Девять клеток И десять голубей Вам нужно Разместить Голубей В клетках У вас Сто процентов Будет в одной Из клеток Больше одного Голубя Поворачиваем Все наоборот У вас есть Восемь голубей И девять клеток Точно так же Вам надо разместить Там этих Голубей У вас всегда Будет Как минимум Одна клетка Пустая Может быть больше Зачем нам Это нужно Мы можем взять Наш паттерн Например Мы ищем Наш Heming Distance К Мы можем Разбить этот паттерн На К Плюс одну часть Мы получим Точно В этом паттерне Одну из частей Которая будет работать Мачца Как Exact Search То есть Не будет там Столько ошибок К плюс один Чтобы попасть В каждую Эту ячейку В каждую Эту клетку И соответственно Мы находим Мы можем взять Вот эти вот Части Мы находим Вот конкретно Здесь Какую-нибудь Из частей Которая Exact Search Мачится А дальше Уже собственно Имея Offset Имея возможность Взять всю эту строку Мы просто делаем Верификацию И решаем Наш случай Или нет Очень крутой способ Очень помог нам Мы Я уже цифры Сейчас не приведу Но В определенный момент Время он нам Очень помог Ускориться И двигаться дальше Вот по Heming Search Все что я хотел Я сказал Сейчас мы Перейдем К Edit Distance Search Эйнштейн Дистанц Тут совсем Другая идея Вообще Можно решить Задачу В лоб С помощью Рекурсии Очень Дорогостоящий Способ Очень плохо Решает Есть такой Раздел Динамическое Программирование Сидит Один человек Который Всегда меня Учил Кушать слона По частям Вот Здесь Собственно Такая Идея Надо делать Решать задачу По частям В чем суть У нас есть Два слова Которые Между которыми Нужно найти расстояние Две строки Левенштейн Расстояние Нам нужно построить Матрицу Которая Будет соответствовать Собственно Такому правилу У вас есть Вот например Клеточка Edit Distance И для того Чтобы понять Конкретно Вот этой Точке Какой Левенштейн Дистанц Вам нужны Еще три Соседние Клеточки Почему Вот смотрите Здесь Префиксы GCT И GCG То есть Логично Что между ними Расстояние Вот здесь Один Если посмотреть GC И GC Понятно Что здесь Будет Ноль Вот и так далее Соответственно У нас Строки Могут быть Разной Длины Вот эти Кейсы Зеленый И фиолетовый Покрывают Собственно Строки Разной Длины Смотрите Есть GC И GCG Вот И точно Так же Вверху Идея Такая У вас Есть Edit Distance Дистанцы И вам Нужно Найти Минимум Из трех Чисел Первое Число Это Собственно Вот Предыдущий По диагонали Дистанц Плюс Дельта Дельта Собственно Сравниваем Т и G Пересечений У нас Здесь Как раз Получается Единичка Ноль Плюс Один Получается Один Точно Так же Здесь Вот у нас Единичка Уже Есть Нам Нужно Просто Добавить Плюс Один Почему Потому что Строки Разной Длины Соответственно Добавляется Один Еще К Edit Distance Так же Вверху Только Наоборот Соответственно Используя Вот эту Методику Мы можем Заполнить Всю эту Матрицу И в конце Мы получаем Вот результат Способ Довольно-таки Трудоемкий Вы видели Разницу То есть Мы По Хемминг Диск Три Минуты Потратили А По Edit Search Мы Под Час Тратили Он Все Равно Очень Трудоемкий Но Он Позволяет Решать Эту Проблему И Позволяет Решать Неплохо Исходя Из Реалий Получив Финальный Результат В правой Нижней Части Это Собственно И Есть Наш Edit Distance Между Двумя Плавами А Теперь Самое Интересное Вот Это Уже Давно Все Сделано И Реализовано У нас Не было Задачи Реализовать Это У нас Была Задача Чуть Другая Наша Железяка Умеет Находить Вхождение В строке С Заданным Edit Distance Или Меньшим То есть Представьте У вас Есть Текст Большой Терабайт Текста И Она Может Конкретно В этом Тексте Найти Нужное Вхождение Как Модифицировать Объясню Смотрите Вот Эпсилон По горизонтали И по вертикали Видно Что растет От нуля И до Размера Собственно Искомой Строки Текста Слова Чего-то Такого Почему Потому что Мы сравниваем Фактически Вот Этот текст С пустотой Количество Символов Текста Соответствует Edit Distance Все логично И понятно Вот здесь Вот Мы Проставляем Нули Почему Потому что Наша Наш Матч Может Находиться В любой Этой Точке Соответственно Мы начинаем Просто строить Табличку По вертикали У нас Все Стандартно По горизонтали У нас Нули То есть Позиции Начальные У нас Есть Построив Эту Табличку Мы Находим Нужный Нам Edit Distance Меньший Равеный Чему-то Кстати Могут Быть Кейсы Интересные Мы Их Тоже Отдельно Покрывали Здесь 3 3 2 3 Мог Быть 3 Последний Последний Мать Извините Последнее число От него двигались Так же Как мы опускаемся вниз Тоже так же Мы можем опуститься Вверх То есть Зная Вот здесь Что это Наш Конец слова Мы Зная Это правило Можем пройти И построить Что очень важно Во-первых Собственно Искомое Наше слово Потому что Оно Может Не соответствовать Тому что мы Искали Не матчиться Хорошо И соответственно Нам нужно Найти Вот эти Вот ошибки И найти Позицию В тексте Потому что Потом Как бы Конкретно Бизнесу Надо знать Видишь В этом Перабайтном Фале Искать Вот Построив Назад Вот эту Линию Мы находим Слово Находим Позицию И Мы счастливы Собственно По моей части По алгоритмам Это все Здесь Парка Ничего нет Такого А в конце У нас Будет Серия вопросов Я сейчас Не хочу прерваться Если что Задавайте В конце будет Слайд С ссылкой На этот курс Очень интересно Всем советую Кому интересно Всем советую Всем здравствуйте Еще раз Кого не видела Ну собственно Саша Рассказал Всю часть По алгоритмике Я сейчас Алгоритмов Касаться Вообще Не буду Описываю Ситуацию Я возвращаюсь Из отпуска Есть Классные Алгоритмы Они работают Они делают То что нам Нужно У нас Есть Терабайт Данных У нас Есть Алгоритмы Как Это Соединить Ну то есть Первая мысль Понятное Дело Давайте Мы попробуем Это запустить Где-то На каком-то Серваке Ну я думаю Вряд ли У вас На лэптопе Будет Достаточно Мощности Чтобы Во-первых Сохранить Туда 2 терабайта Данных Во-вторых Как бы Запустить Вот Всю Вот Эту Вычислительную Алгоритмику Вот Ну Запустили Мы на одном Сервере Какой-то Взяли Очень Крутой Очень Прикольный И поняли Что считать Он будет Минимум Неделю А то и Больше То есть Не проходит Вариант Вообще Никак Следующий Вариант Понятное Дело Такие Фреймверки Как Spark Они рассчитаны На то Что они Будут Запускаться В кластерах То есть Это далеко Не одна машина Ни две Ни пять Вопрос Какие машины Где их брать Какой конфигурации Ну Безусловно Если вы крутаете Компанию У вас Наверняка Есть какой-то Свой Дата-центр Вам Возможно Выделят Эти машины Ну DataArt К сожалению Не такая Компания В которой Нам просто Возьмут И выделят 200 таких машин И скажут Берите Пользуйтесь Вот Но К нашему Очень большому Счастью На данный момент Существует Очень много Так называемых Клауд провайдеров Такие как Amazon Такие как IBM Такие как Microsoft Которые Что делают Которые Предоставляют Всю Клауд Инфраструктуру Для подобных Задач В качестве Сервиса То есть Ваша задача Это просто Потратить Свои деньги Купить у них Эти услуги Зайти через Браузер Через Web UI И Запустить Столько Виртуалок С такими конфигурациями Которые Вам нужны Мы Выбрали AWS Вот Собственно Конфигурация Тех машин Тех виртуалок Которые Мы взяли Эти Виртуалки Ну у Амазона В принципе Есть градация Этих виртуалок Для Для каких Нуж Они вам Нужны И соответственно У них Разная Конфигурация Мы брали Compute Optimize Потому что Мы заранее Понимали Что хранение Вот этих Вот матриц Вот этих Вычислительных Данных На Терабайте Текста Задумайтесь Это как бы Ну очень Дофига памяти Очень много Ресурсов И очень много Ну понятное дело Ядер нам будет нужно Окей Хорошо У нас есть 200 виртуалок Что с ними Делать дальше Нам нужно Туда поставить Ну для начала Окей Там есть какой-то Linux Нам нужно Туда поставить Java Нам нужно Туда поставить Spark Нам нужно Туда поставить Еще возможно Какие-то Вещи Которые нам нужны Для того Чтобы запустить Нашу процедуру Но мы же руками Это делать не будем Правильно То есть Ну это очень долго Очень невыгодно Более того Если вдруг Вам понадобится Что-то поменять Вы опять будете Руками все эти 200 машин прогонять Первый вариант Который пришел Нам тогда в голову Это использовать Shell скрипты То есть Обычный баш Вы будете писать Что вам нужно Установить Что вам нужно Запустить Вариант В принципе Рабочий Но опять-таки Во-первых Нужно тратить Время на то Чтобы их написать Во-вторых Нужно Уметь Их Апдейтить Очень быстро Запускать Для того Чтобы что-то Промониторить Что-то поменять Поменять Какую-то конфигурацию И так далее Они как бы Не очень флексибл Скажу честно До этого проекта Слово ансибл Я не слышала Вот Но так получилось Что у нас в компании Есть человек Который Занимался ансиблом И у нас были уже скрипты Которые разворачивали Всю инфраструктуру Ваша задача Что сделать Ваша задача Указать айпишники Ваших виртуалок Все И запустить скрипты По факту Для того Чтобы Ансибл Сам по себе Это Если я не ошибаюсь Это open source Естественно Они требуют Для того Чтобы его запустить Они требуют Исключительно Python Версии 2.6 Или выше Все Что из себя представляет Эти скрипты У вас есть Файлы конфигурации Которые говорят Которым вы говорите Во-первых Адреса ваших виртуалок С которыми вы будете работать Во-вторых Возможно Те версии Которые вам нужны Ну возможно Еще какие-то Конфигурационные моменты Дальше Вы просто запускаете Скрипты И все Вы как бы Их не трогаете В чем прикол У каждого Компонента Который устанавливает Ansible Будь то Spark Будь то HDFS Будь то Cassandra Неважно Абсолютно У него есть Так называемый Сценарий Плейбук Который описывает Всю Работу Для того Чтобы Собственно Этот компонент Вашей системы Заработал К моему И к нашему Большому счастью Такие скрипты Уже есть Они запаблишены Они в опенсорсе Ими можно пользоваться То есть в случае Если у вас Стоит такая задача Развернуть Вот эту вот Всю инфраструктуру На n количестве машин Где n больше 5 Где это можно Чисто теоретически Сделать руками При этом У вас есть необходимость Что-то апдейтить Что-то мониторить Что-то дополнительно Конфигурировать Мой вам совет Посмотрите в эту сторону Это реально Очень полезная штука И я же говорю Плюс большой в том Что Уже есть готовое решение То есть вы просто Скачиваете себе Эти скрипты И прописываете конфигурацию Которая вам нужна Понятное дело Не для всех Не для всех возможных Компонентов Но возможно Вам повезет Что еще Хотела сказать На тот момент Я не знала Что такое Amazon E-mark Кто вообще Работал Или слышал Знает Что такое AWS Окей Смотрите У Амазона Есть Я уже говорила Есть такие Клауд провайдеры Которые предоставляют Свои сервисы Для того Чтобы вы запускали Вот все ваши Вычислительные Алгоритмы Там процедуры Запускали где-то в облаке На виртуалках У Амазона На мой взгляд Самый широкий Набор Вот этих самых сервисов То есть они предоставляют Настолько много Всевозможных Компонентов Настолько много Различных баз данных Сервисов для обработки Сервисов для сохранения Сервисов для подключения Ваших девайсов К примеру Сенсоров Как выяснилось недавно Вот мы просто демо делали Но не важно Что вы делаете Вы как пользователь Не мониторите вообще Какое состояние Вашего кластера Ваших машин Вам это все нафиг не надо Вам просто нужно Написать код Который будет работать На большом количестве машин Вы заходите в Амазон Вы выбираете нужный Вам сервис Ну точнее не в Амазон А в AWS Amazon Web Services Вы выбираете нужный Себе сервис И дальше вся магия Происходит за пределами Вашей видимости Ну понятное дело Это стоит денег Кто бы сомневался Но я к чему Это все веду Если бы сейчас Мы делали Решали эту задачу Я бы еще посмотрела В сторону Amazon EMR Почему? Потому что В принципе Он делает то же самое Что мы делали На ансибле Но при этом Если какие-то проблемы Были у ансибла Где-то что-то не проапдейтилось Не хватало каких-то прав Либо еще чего-то Мы лезли сами руками И что-то меняли То здесь мы вообще Ну как бы Насчет этого Не заморачиваемся Мы просто В браузере Выбираем нужную нам конфигурацию Запускаем кнопочку старт Оно все инсталит Все Вся конфигурация Всевозможные настройки Это все прошито там внутри Вот Поэтому В принципе Как аналог Понятное дело Это будет дороже Чем на ансибле Но тем не менее Это тоже очень полезная вещь Окей Хорошо У нас есть кластер На этом кластере есть Spark Давайте разберемся Кто знает Кто работал со Spark Или кто хотя бы представляет Как он работал Не очень много людей Окей Смотрите Суть Spark в чем Это фреймверк Ну это Ну собственно да Это фреймверк Который устанавливается На каком-то там количестве машин И при этом у него есть Мастер нода Что происходит Ваше приложение запускает Какое-то вычисление Поскольку Ну естественно У вас там большие объемы данных Те же дарабай Это не важно Выполнять это все Ожидая при этом Результата выполнения Там предыдущей задачи Ну как-то неэффективно Что происходит в Spark Вот этот самый мастер Он принимает задачу И разбивает все эти данные Которые у вас есть На количество машин Которые у вас есть Он раздает Так называемым Веркерам Они не зная абсолютно того Что происходит На соседнем веркере Сколько там машин У кластера Им вообще на это все плевать Они делают свою задачу Они вычисляют Какую-то информацию По тому небольшому Объему данных Которые они получили Как только они это получили А, да, ключевой момент Они это все делают В in-memory То есть они это не записывают Там в файловую систему Никуда Это все происходит В в-memory Вашего экзекьютора Поэтому это все Очень быстро происходит Вот После того Как это все произошло Вот эти самые Spark-веркеры Они Отдают результаты Выполнения Своей маленькой работы Мастеру Тот в свою очередь Их агрегирует И выдает пользователю Конечный результат За счет этого Получается Очень Во-первых Ну Понятное дело Они быстрые Потому что это все В in-memory Это не тратится время На запись На диск И так далее По сравнению С аналогичными Фреймверками Ну и во-вторых Вы можете добавлять Сколько угодно машин И при этом Ну Есть такое понятие Когда при добавлении Машин в кластер У вас производительность Не увеличивается К примеру Вы упираетесь В доступ к базе данных Все Сколько бы вы их Не добавили Ваша база данных Вам не выдаст Больше ответов Она не сможет Поддержать Больше связи Больше коннекшенов Чем у нее есть То в этом случае Понятное дело Все зависит от реализации И на спарке Можно написать так Что оно не работать Не будет Но чисто теоретически Вы можете добиться Горизонтальной масштабируемости То есть увеличение машин Ваша производительность Будет расти Теперь следующий момент Представьте Что у вас Есть вот этот алгоритм Который что должен делать Который должен прочитать Вот те самые Текстовые файлы То есть Данные о геномах человека Если вот на этой картинке Хорошо видно Ваш спаркмастер Отдает на выполнение задачи Различным спаркверам В нашем случае это 200 Каждый из них Как я уже говорила Не знает Что там происходит наверху Ему нужно получить доступ К этим файлам Тут начинаются варианты Ну первый вариант Самый простой Все эти файлы Должны храниться Локально На каждой из этих машин Вариант хороший Если бы у нас Не было двух терабайтов То есть Представьте себе Время копирования На каждую машину Два терабайта Это дофига Но при этом Если в вашей задаче Фигурирует Меньший объем данных Но какие-то там Более сложные вычисления То мой совет Хранить понятное дело Локально Почему? Потому что Это самый быстрый доступ К этим файлам Который только может быть Здесь нет никакого Нетверкинга Здесь нет никакой Сериализации Ничего Просто у вас На одной машине Экзекьютор читает данные Которые лежат На этой же машине Все Вариант следующий У этого же AWS То есть У этих Амазоновских Веб-сервисов Есть еще сервис Который называется S3 По факту Это хранилище данных Вы там можете Хранить сколько угодно Этих данных Опять-таки Вы просто открываете Консоль Вы создаете Так называемый Бакет Ну по факту Это просто папка Вы можете настроить Как вам удобно Право доступа К этой папке И вы не заморачиваясь На каких машинах Оно хранится Сколько там Возможно Они где-то копируются Для того чтобы В случае Если там Какие-то виртуалки Откажут У вас данные Не потерялись Ваше дело Просто открыть консоль Загрузить данные И все На этом все закончится Вот И при этом У ваших данных Будет паблик Какой-то адрес То есть У вас будет Полноценный URL По которому Вы можете Из своих приложений Обращаться к этим данным Этот вариант работает То есть Действительно Есть много приложений В которых Spark Вычитывает данные Из S3-бакетов Но Тут такой момент Что В любом случае У вас будет тратиться Много времени На нетворкинг То есть Каждый из этих экзекьюторов Они должны будут пойти И сходить В этот бакет В интернет По нетворкингу Получить Забрать эти данные И только после этого Их там Дестерилизовать И обрабатывать Мы выбрали Третий вариант Который называется Hadoop HDFS Скажите Кто слышал Что такое Hadoop Ну Уже лучше Ну в общем Вот Тот Принцип работы Который есть В Spark По поводу Мастеров и экзекьюторов Они были не новаторами Первый На самом деле До этого Додумался Hadoop Но они Придумали Свою файловую систему То есть У них есть Вот так называемая HDFS Hadoop файл систем В которой Они хранят Свои данные Принцип работы Тот же Есть Мастер нода Которая Следит за тем Где хранятся данные Сколько у них Возможно Копий Репликаций Там Какие у них Настройки Ну в общем Вот Всей вот этой Конфигурацией Занимается Мастер нода Есть так называемые Name ноды Data ноды Прошу прощения На которых Данные хранятся Вы можете настроить Свою Hadoop систему Так Что Вот На этих 200 машинах Которые у нас были Каждая из них Параллельно Являясь экзекьютором Spark Является еще и Data нодой Hadoop То есть На каждом узле Из вашего кластера Будет лежать еще Частичка тех данных Которые вам нужно Обработать При этом У вас есть система Которая следит За тем Что если вдруг Какой-то из узлов По каким-то причинам Стал недоступен Она сможет Ну она до этого Скопирует То есть создаст Какую-то репликацию Какую-то копию данных Пойдет вот в ту репликацию Заберет ее И ваше приложение От этого никак не пострадает И все будет окей При этом Мы опять-таки Выигрываем в чем Каждый вот этот вот Экзекьютор SparkWorker Он может пойти И забрать данные Которые лежат Конкретно на этом узле То есть Забрать вот Те частички данных Кстати Hadoop Тоже он Не хранит полноценные файлы Он их разбивает На маленькие кусочки Partition Так называемые И сохраняет Их разбрасывает Вот в рандом Ну может не в рандомном порядке Но тем не менее Разбрасывает по узлам Вашего кластера Мы выбрали этот вариант Почему? Потому что Во-первых У нас есть мониторинг За тем Как наши данные Хранятся в системе И У нас были ситуации Мы не сразу начали С двухста машин То есть У нас были ситуации Когда мы их добавляли Когда мы их уменьшали И так далее Hadoop Хорош В принципе В добавлении Почему? Потому что Когда вы добавляете Новые узлы Вам не нужно запускать Заново процесс копирования Либо искать Какие частички данных Вам нужно Сохранить на новые узлы Он это все сделает За вас Но по практике Скажу Что удаление Данных Из Удаление узлов Из кластера Hadoop HDFS Это болезненный процесс У них есть Настройка Которая позволяет Прописать Что вот эти данные Скоро будут удалены Потом вы запускаете Процесс Сохранения этих данных На другие узлы Они там Покопируются И так далее Но После этого Начинаются какие-то глюки Поэтому Если вы решите Вдруг это использовать Я не советую удалять Узлы из кластера Вот Круто У нас есть данные У нас есть алгоритм Мы начинаем его запускать Я немножко забегу вперед Вот Вот сюда я забегу Вот Вот так выглядит Консоль Выполнение Какой-то Spark Job Понятное дело Для меня Когда я начинала Работать с Spark Было непонятно У нас есть дофига кода У нас много Выполнение каких-то команд Почему Вот на этом окошке Четыре Jobs Ну Джобы Там задачи Как хотите их называть Почему их четыре Я очень долго не могла понять Но В чем суть В Spark Есть разделение Всех операций Которые есть На трансформации И на экшены Все что касается Трансформации То есть преобразований Ваших данных Оно лейзи То есть оно Отложено на потом Вы просто говорите Что С этими данными Я хочу сделать Это, это, это И вот это Но По факту Выполняются эти операции Только в тот момент Когда вы вызываете Вот этот экшен К примеру У нас есть экшен Посчитать каунт Когда вы запрашиваете Количество Всех данных Которые вы до этого Каким-то образом Преобразовали Вы уже хотите получить Конкретный результат Вы уже хотите Вывод получить На экран И вот в этот момент Все вот эти Лейзи трансформейшн Которые были до этого Они начинают Выполняться По факту Вот на этой картинке Четыре экшена Которые есть у нас В программе Но За каждым из них Зашиты еще Какие-то Лейзи трансформейшн Которые были до этого Какие-то преобразования К чему я это все У нас была ситуация Когда Моя практикантка На тот момент Она Для логирования Записывала Брала количество элементов Ну, к примеру Взять первые 10 элементов Взять еще что-то И она не могла понять Почему Выполнение программы Допустим у меня Это Сколько там получается Несколько минут У нее это доходило До часа Потом мы открываем Вот эту консольку И видим Что у нее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 И так далее Ну, в чем проблема В том, что Она налепила Очень много Вот этих вот экшенов Для своего Собственного дебага Для того, чтобы понимать Что происходит не так Когда вы пишете Программу на спарке Которая будет обрабатывать Большие объемы данных Запомните, что Вот количество Вот этих экшенов Должно сводиться К минимуму То есть вот эти вещи Не нужно использовать Для дебага И так далее Очень нежелательно По крайней мере Вот на этой картинке Представлено Вот смотрите У вас данные Которые разделены На маленькие блоки Они грузятся в систему Происходят какие-то Трансформейшнс По факту Все вот эти вот Трансформейшнс Они как бы Изначально не происходят Они происходят Только вот на тот момент Когда вызывается Последний экшен Вот И мы хотим получить Результаты У них еще есть Отдельная категория Операции Шафл Ну на самом деле Просто уже много времени Я не хочу останавливаться Если кому интересно Я думаю Вы почитаете Что это такое Зачем это нужно Но как бы Месседж понятен Далее Дальше была Очень интересная ситуация У нас есть программа Она выполняется И казалось бы Вот когда она Начинает выполняться Вот здесь Вот на этих этапах Вот здесь Я сейчас говорю Про вот тот самый Edit distance search Который на той железяке Про который мы говорили Выполнялся час У нас первые полчаса Тоже все шло хорошо То есть я смотрю Вот эти вот Четыре экшена Они как бы Выполняются Плюс-минус С одинаковой скоростью Времени Все хорошо Потом в какой-то момент Времени Последний из них Начинает почему-то Дико тормозить Ну то есть Я смотрю Если зайти В этой консоли На выполнение Каждой из jobs Можно зайти подробно В полный список Тех задач Вот этих мини-задач По маленьким кусочкам данных Которые она создает Я смотрю Что начинается С нескольких миллисекунд Заканчивается Несколькими минутами Выполнение Вот этих jobs Я долго не могла понять В чем проблема То есть Если у них На железяке Это отрабатывало За часто У нас это отрабатывало Ну там До 12 часов Вот Ну короче Непонятно Что происходит Проблема в garbage collector Как оказалось Кто Кто когда-то интересовался Как внутри работает garbage collector Чтобы я сейчас Круто Вообще Я долго не интересовалась Пока с этим не столкнулась Так вот Если в двух словах То память В Java делится Ну Она даже не делится У нас есть Какой-то кусок памяти Есть несколько Несколько Объектов Ну не объектов Назовем это Кусками памяти Они как бы У них есть свой размер И суть в чем Суть в том Что когда у вас Объекты появляются Они у вас Сохраняются вот сюда Потом Происходит так называемый Майнер Гарбач коллектор Когда Сначала Ненужные объекты На которые уже потеряны ссылки Они отмечаются Чем наоборот Нужные отмечаются Как существующие Все остальные Они удаляются И дальше происходит Процесс компакшена Когда существующие объекты Отсюда перемещаются В один из вот этих вот спейсов S0 или S1 Survivor Потом Происходят еще Процессы Тоже компакшена Удаления данных И так далее Оно все Через несколько Вот этих вот Майнер Гарбач коллектор Он попадает вот сюда И в конце происходит Глобальный Гарбач коллектор Который там Все удаляет Ненужное Почищает Когда у нас уже Вот здесь вот Не хватает места Есть Сейчас Две Стратегии Как это все работает Есть два алгоритма Первый алгоритм Он работает параллельно С вашим кодом С вашей программой Он останавливает И выполнение Только в тот момент Когда объекты Отмечаются Как рабочие Нерабочие Удаленные Неудаленные Есть второй алгоритм Который Ничего не делает Пока запущена Ваша программа Он начинает Действовать Только в момент Когда вся память Уже заполнена Тогда он все Удаляет Но при этом Он полностью Устанавливает И выполнение Вашей программы Я там Начиталась Кучу статей Как же все-таки Затюнить Spark Почему же Оно не работает И натолкнулась На вот такой Вот garbage collector Кто-то когда-то Им пользовался Круто Вообще Я первый раз Услышала тогда Вообще не слышала Что это такое В чем идея Идея в том Что у вас Нет фиксированного Объема Для хранения Вот тех самых Ну не индексов А частей памяти Куда у вас Сохраняются Там у вас Фиксированный Объем памяти Для EDEN Для SURVIVOR Для OGEN RATION Неважно Здесь у вас Сразу Создается Несколько Каких-то блоков Они все Одинаковые По объему А вы У вас Создается Сразу Сколько-то Блоков Для EDEN Для SURVIVOR И так далее Но при этом Остальные У вас Создаются По требованию По надобности У вас Нет какого-то Фиксированного Размера Каждого из них Как это было Вот здесь То есть Еще один такой момент У каждого из этих блоков У них есть Так называемый Если я не ошибаюсь MSET Ну в общем Это вещь Которая хранит Ссылки Связи Из объектов Допустим Вот этой части Память На какие-то другие То есть Каждый раз При добавлении Элемента Куда-то Мы сохраняем Ага Вот этот объект На него ссылается Какой-то другой Каждый раз При удалении Гарбач коллектор Не ходит По всей памяти Полностью И не ищет ссылки Он просто смотрит На вот этот MSET Который один У каждого объекта Память И все Ну в общем Суть в чем Суть в том Что при добавлении Вот этого Вот У нас Время выполнения Сохранилось Сократилось С 10 часов До часа Даже скорее До 53 минут Вот То есть Мы реально Вот просто Прописали Одну строчку Во время запуска И написали Что мы хотим Использовать Вот это Гарбач коллектор Вот Я почитала Они Oracle Хотят Заменить Ну сделать его Там серии Стандартным Он в принципе Доступен По-моему С 7й Java Официально 6й он уже был Но как-то Такой еще Вот 7й он уже точно есть Поэтому пользуйтесь На здоровье Вот На самом деле Это все Да Конечные результаты Мы Вот на том Самом сложном Поиске Который на той Железяке Длился Час Мы добились Этого результата Мы получили его За 53 минуты Результаты у нас Совпали Да Да Кстати У нас еще По-моему Саш У нас В процесс Мы сверяли С данными Или это не включается Ну короче Мы Включали Ну в общем Мы сверяли еще Результаты То есть мы Естественно Смотрели Что результаты И у них И у нас Одинаковые Вот Но это По-моему Уже было Отдельной Спортджобой Вот На других Поисках Которые Менее Ресурсоемкие Менее Ресурсозатратные Это все У нас Происходило Меньше Чем на 200 Машинах Ну за то же Время Которое Было У нашего Клиента Если я Не ошибаюсь Вот то Что у них Проходило За 2-3 Минуты У нас Проходило На 15 Машинах Ну что-то Такое Вот На этом На самом деле Все Спасибо вам Большое